Непростой оказалась прошедшая неделя для таксистов-нелегалов. Сотрудники ГИБДД, а также представители Министерства инвестиций, промышленности и транспорта КОМИ выявляли водителей, которые перевозили пассажиров с грубым нарушением законодательства. Таких оказалось немало. К одной из полицейских спецопераций присоединилась и наша съемочная группа. Репортаж Антона Булаева. Свой рейд представители сразу нескольких ведомств решили провести на шестом километре трассы Сытывкар-Усть-Кулом, который расположен на выезде из столицы КОМИ. Первыми дорожные ревизоры проверили два легковых автомобиля с виниловыми наклейками такси на бортах. С документами в обоих случаях оказался полный порядок. Водители имели лицензию, а также пройденный технический и медицинский осмотр. А вот водителя этого серого микроавтобуса с табличкой такси на лобовом стекле инспекторы поймали с поличным. Водитель заявил, следует из Усть-Кулома в направлении столицы КОМИ. В салоне якобы все его знакомые и поэтому едут совершенно бесплатно. Однако сами пассажиры слова водителя не подтвердили. Вы водителя знаете? Вы услугами такси пользуетесь, да? То есть вы заплатили ему деньги за определенную плату и едете в город Сытовкар. То есть разрешения у вас нет? Еще нет. Я еду оставить документы, написать заявление, чтобы получить разрешение. Ну понимаете, что сейчас вы осуществляете незаконную перевозку пассажиров? Понимаю. Оказалось, пассажиров мужчина подобрал на конечной остановке в селе Усть-Кулом. При этом таксист опережал график регулярного автобуса всего на несколько минут. По словам автоперевозчиков, это типичная ситуация. Нелегалов на дорогах КОМИ хватает. Что касается автобусов регулярных, которые имеют обязательную страховку пассажиров, в случае ДТП любой пассажир имеет право обратиться в страховую компанию для получения возмещения страхового как по причинению вреда здоровью, так и имуществу. И в обязательном порядке ему будет выплачена страховка, вне зависимости от того, виновен был водитель автобуса или не виновен. Данные транспорта, которые перевозят людей, не имея на это разрешения, у них, соответственно, отсутствует данная страховка. Если пассажир попадет в ДТП, то всю ответственность он будет нести сам, самостоятельно. Инспектор ГИБДД занес в протокол показания свидетелей. За техническую неисправность мужчине выписали штраф, а по факту нелегальных услуг такси возбудили административное дело. Водителя поставили на специальный учет извозчиков-нелегалов. Если он попадется еще раз, сумма штрафа возрастет многократно. Кроме того, неудобные вопросы ему зададут и налоговики Сыктывкара. В рамках недельной спецоперации стражи порядку успели проверить более двух десятков автомобилей. Каждая пятая машина оказалась с нарушениями.